У меня есть один друг, он написал такую песню замечательную, которая показывает суть победы над судьбой. В этой песне есть несколько ключевых моментов, сейчас вы ее всю послушаете. Я всегда на последней лекции включаю. Она очень ценная, там очень суть прямо всего, что надо. В этой песне есть несколько ключевых моментов, которые я сейчас вам скажу. Первый момент. Всегда иди туда, куда надо, несмотря на течение. Иди против течения. Хочешь развиваться, не смотри на то, как люди на это смотрят. Они все будут потом согласятся с этим. Если ты чувствуешь, что судьба тебя сломала, никогда не поддавайся. Никогда не поддавайся, это подвох. У тебя судьба говорит, не надо ходить, у тебя колено больно, наоборот надо ходить. Судьба говорит, ты никогда не выйдешь замуж, ты будешь одна, наоборот, все будет у тебя хорошо. Просто иди правильным путем. Судьба говорит, тебе будешь нищим, значит будешь богатым. Судьба говорит, ты будешь обездолен, значит будешь наполнен. Понимаете, судьба всегда показывает то, что нам надо, как препятствие для того, чтобы мы развивались. Просто иди правильным путем. Если тебе что-то в жизни надо, значит, это ты можешь получить, и ты до этого достоин. Просто иди правильным путем. Это первое, о чем поется в песне. Второе. Всегда знай, что через звук идет победа. С любовью произноси молитву. Когда ты услышишь тех, кто молится правильно, ты услышишь победу над своей судьбой. Третье. Всегда иди за теми, кто живет правильно. И всегда общайся с такими людьми. Не живи в своей скорлупе. Вырывайся из нее. Старайся общаться. Вырывайся, заставляй себя. Именно общение должно быть не то, что переписочка, а просто надо встречаться, общаться. Делать вместе добрые дела. Пытаться найти таких друзей, не только старших, а также друзей, с которыми бы ты смог вместе идти по жизни. Вот таким путем победа над судьбой. И знай, что Господь будет делать на этом пути для тебя намного больше, чем ты сам для себя будешь делать. Но единственное, что нужно, сделать этот выбор. А сделать его очень трудно, потому что судьба тянет человека назад. Она говорит, стоять, иди ко мне, думай о себе. Ты не можешь. Тебе надо думать о себе. У тебя нет сил. Ты устал. Ты хочешь спать, хочешь есть. Хочешь счастья. И так далее. Судьба будет мучить. Слушайте песню. Не сдавайся никогда. Пой с любовью песню свою. Всей душой стрельбись туда. Где твои стены придут. Белый флаг не поднимай. Если мраком все покрыто, непрестанно уповай. Есть надежная защита. Нужно только стойким быть. Верить, что победа с нами. Что надежду не убить. И огнем не выжечь память. Этот мир уже в руках. Всюду смерть и ты несчастен. Но рассеивает страх. Тот, кто страху не подупастен. Он идет перед тобой. Воин Бога, воин света. Он вступает в смертный бой. Ибо знают, смерти нету. Ты иди за ним во тьму. Помоги своим оружием. Здесь ты нужен. Здесь ты нужен. Сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился к жизни я. Даже в этом вредном теле. Побеждая сам себя. Ты достигнешь этой цели. Если сможешь не забыть. Тех, кто шел перед тобою. Ты сумеешь полюбить. Бескорыстною любовью. Нужно только стойким быть. Верить, что победа с нами. Что надежду не убить. И огнем не выжечь память. Теперь я вам расскажу некоторые такие практические советы, как побеждать судьбу легче, как молиться. Вам интересно? Как жить правильно и так далее. Если у вас будет отпуск, поедьте в святое место. Посидитесь где-то в храмовой гостинице. Но обязательно с тем человеком, который там разбирается во всем. Или найдите такого человека, или там найдите, чтобы он вам все рассказывал. Потому что человек сам все понять не может. Ему нужно увидеть глазами того, кто уже знает. Если вы приехали и не ходите туда, как экскурсовод, заставьте себя там что-то делать. Это будет очень сложно. Но заставьте себя что-то сделать. Возьмите просто полы, помойте там. Или еще что-то сделайте полезное в святом месте. Если вы сможете это сделать, вы почувствуете такое счастье, которое вы никогда в жизни не чувствовали. Мне рассказывает один мой знакомый. Он православный человек. Он ездил на Балаам. И там походил. Везде позаботился обо всех. Там изучал, послушал. Даже слушать о своем святом месте это служение. Он это все поделал, поделал, поделал. Послушал, позаботился обо всех. И потом в конце, когда уже устал он очень сильно. И этот монах, который ему все объяснял. Он уже был вечер поздний. И они ничего не кушали. Он ему говорит, слушай, давай я тебя накормлю хлебушком, который я сам испек с любовью для Бога. И молочком, которое я сам подоил с нашей коробки храмовской. Потому что уже поздно. И вся еда, которую приготовили, уже она съедена. Тут остался только хлеб и молоко. Он говорит, ну давай. Хотя он знал по моим лекциям, что на ночь хлеб не надо есть. Но я при этом не говорил, что освященный хлеб не надо есть. И он взял этого хлеба теплого, только испеченного. И молоко парное, которое тот подоил у своей коровы. И так как это все с любовью предложено ему было, и так как это все было освящено, и так как этот монах смотрел на него с любовью, когда он ел. Потому что Маах сам не ел, но сначала его решил накормить. То этот человек испытал такое счастье в этот момент, которое он никогда в своей жизни не испытывал ни от чего. У него слезы палились из глаз, и он ел, захлебывался этими слезами, потому что он не мог выдержать это счастье психически. И он говорит, я это никогда не забуду, этот момент в жизни. Это невозможно забыть. И когда я его услышал, я понял, что у меня тоже был такой момент в моей жизни. В этом самом месте, с шриангами, которым я вам рассказываю, там есть такие священники, которые всю жизнь просто тем занимаются, что они готовят на дровах пищу с любовью, с молитвой, и потом людей кормят этой пищей. И мне повезло, что такой священник один, он как-то меня заметил, и не только меня, всех моих друзей, потому что мы белые там, все индусы, мы необычные белые какие-то. И он взял и лично позаботился о нас. Он сам нам наложил все, сел напротив нас и начал смотреть на нас с любовью, когда мы кушали. И когда я начал есть эту пищу, меня начало колбасить, меня трясти начало вот так вот. И я почувствовал очень большое счастье. Я не могу это сейчас... Я смотрел на этого человека, и я не мог понять, как столько любви может в человеке помещаться. Вроде рост маленький, любви, просто океан внутри. И он смотрел на меня, и у него слезы лились из глаз. Когда на нас он смотрел, как мы ели. Человек, который способен почувствовать освященную пищу настоящую, он получает такой удар по своему существованию, такая сила в него входит, что это невозможно описать словами. Вам надо просто такую пищу найти, потому что сила освящения пищи бывает разной. Бывает так сильно освящена пища, что когда человек ее вес вот так прошибает насквозь, что это невозможно описать словами. И после этого мы поехали в другое святое место потом. И когда мы остановились в этом месте, с Шриангами, там рядом железнодорожной станции, то поезд неожиданно встал на полтора часа. Там в Индии все возможно. Там непредсказуемо все. Ну что-то поломка какая-то, и сказали, поедем только через полтора часа. И у меня было полтора часа. А ехать туда, ну где-то впритык прямо вот туда и назад, понимаете? Ну и даже на покупку времени хватает, чтобы эту пищу купить. И я ломанулся, взял ведро, короче, и ломанулся туда. Ну мне было все равно, успею я на поезд, не успею. Даже паспорт забыл взять с собой, представляете? И я приехал туда, набрал целое ведро этой пищи, потому что там долго было ехать. И поехал назад. И я прямо на подножку поезда заскочил. Они все были просто с квадратными глазами, ребята. То есть они были в шоке все. Когда это увидели, я успел, слава Богу. И потом мы всю дорогу ели эту пищу. Не по режиму дня. Не по режиму дня ели. Потому что пища освященная, и мы просто не могли наесться ее. И чувствовали необыкновенное счастье. Так, первый совет, который я вам хочу дать, научитесь готовить с молитвой. Ваша жизнь изменится колоссальным образом. Даже не представляете как. А если вы хотите помочь своим родственникам, то не надо ничего даже делать. Вы просто сделаете так, чтобы они ели эту пищу освященную, которую вы с молитвой готовите. И вся их жизнь начнет меняться. Это стопроцентный факт. Вы даже не представляете, как сильно сознание влияет на человека того, кто готовит пищу. У вас было в жизни такое, что вы что-то кушать начинаете, и вдруг вас тошнит. Чуть ли не вырвать хочется, и уже противно от этой пищи. Вы даже смотреть на нее не хотите. Но при этом она свежая, все нормально. Было такое в жизни? Вы знаете, это произошло от того, что человек, который готовил, у него было отвратительное настроение, отвратительное сознание. И это все сознание пропитало эту пищу. Вы начали есть, и вас просто вырвало. Почему? Потому что это невозможно перенести. Вот точно так же, когда у человека необъятная любовь в сердце, он с любовью готовит, и потом это все точно так же входит в пищу обязательно. И человек потом дальше испытывает огромное счастье. Вы даже не представляете, насколько сильно меняется судьба человека от того, что он ест освященную пищу. Я вам расскажу одну историю, в которую вы, скорее всего, не поверите, но, тем не менее, она произошла. И причем человек, который рассказал мне эту историю, его друг с этим, его другом это произошло. То есть я почти знал этого человека. Один человек начал очень сильно, старался готовить освященную пищу. И он угостил своего друга один раз этой пищей. И друг испытал большое счастье. Он говорит, супер, мне очень понравилось все. Но при этом он не отнесся к этому серьезно, просто продолжал свою жизнь. И потом в один прекрасный момент, через несколько лет, они уже давно не встречались, он уже жил в другом городе. Этот друг приходит к нему во сне с переломанной головой, с переломанной ногой и говорит, слушай, спасибо тебе большое, ты так мне помог этой пищей. Говорит, если бы я ее не поел, сейчас моя судьба по-другому совсем пошла. Но так как я ее поел, я очень получил большую милость за это. Спасибо тебе большое. И исчез. И он в результате просыпается, звонит ему на телефон, не может дозвониться, звонит его маме. И мама говорит, а он погиб в железнодорожной катастрофе. И говорит, он погиб, у него был перелом черепа, он от этого погиб, и у него сломана нога еще была. Представляете? Просто один раз человек поел освященную пищу, и он пришел после того, как оставил тело, специально поблагодарить, потому что видно, какое-то прощение он получил за это в жизни. Что-то у него хорошее в жизни произошло. И он пришел, поэтому поблагодарить. Такая необычная история. Хочу вам рассказать, что есть методы разные победы над судьбой. Все эти методы, они сотканы из аскезы, но есть разные способы совершать аскезу. Например, если человек решил много ходить непрерывно, то лучше это делать в святом месте. Например, вы поехали к какое-то святое место, и можете по часовой стрелке его обходить. Когда человек это делает, он получает такое благо от этого, которое не сравнится с тем, что если бы он обходил, допустим, какой-нибудь театр, допустим, в Перми. Понимаете, когда человек по часовой стрелке обходит какое-то место, он своей аскезой, когда человек аскезу совершает, у него психика становится очень чуткой. И человек, допустим, он идет, 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 не переставая долго. Мало того, что он свое здоровье улучшает от этого, самое удивительное заключается в том, что в это время, когда человек длительно идет, у него очень сильно повышается чувствительность по отношению к тому месту, где он находится. И так как это святое место, оно начинает соединяться с ним. Очень важно именно идти по часовой стрелке, а не против. И даже если вы бегаете где-то, лучше бегать по часовой стрелке. Я помню, мы с моим помощником Максимом пробежку делали на стадионе в Чебоксаро. И на этом стадионе все бегали против часовой стрелки, представляете? Я думал, господи, какие несчастные. Потому что когда человек бегает против часовой стрелки, он копит себе напряжение. А когда человек бегает по часовой стрелке, ну или просто туда-сюда, допустим, то он лечит себя по часовой стрелке. Он лечит, а против часовой стрелки напряжение нарастает. Поэтому, если вы решили, допустим, соединить поход вокруг святого места со здоровьем, то делайте это по часовой стрелке. И долго-долго ходить постепенно, чистота святого места откроется перед вами. Точно так же не бойтесь в святом месте омыться холодной водой. Мало того, что когда человек омывается холодной водой, происходит апгрейд. То есть у него все плохое выходит из него, а все хорошее остается. Понимаете? Поэтому омывение холодной водой в целом хорошая штука. Понимаете? И поэтому и крещение, оно именно ледяной водой делается и в святой день. Понимаете? Для чего это делать? Потому что все, человек становится, как белый лист бумаги. И в него входит и священник, раз его в этот момент, и обрызгал святой водой. Он омылся, да? Он очистился, у него ледяная вода все убирает ненужное. На время это происходит. Раз, вот так он на момент, что чистым стал, как белый лист бумаги. И в этот момент ему раз, на голову святую воду. И все, и он раз, и поменял свое восприятие мира. Понимаете, как это, крещение так происходит. И если вы в святом месте, именно во время, когда все это делают, святые люди, будете совершать такие омовения, вы получите очень большое счастье. И даже просто нахождение в святом месте. У нас была передача в Москве. Ну, она вся была, именно говорилась о каких-то чудесных исцелениях. Собрали докторов разных, меня тоже туда пригласили. И на этой передаче разные люди рассказывали, как вот случаи исцеления разные, чудесные. Я там тоже что-то рассказал. И одна женщина, она сама главврач в очень престижной больнице в Москве. Она рассказала историю своего чудесного выздоровления. А я не буду говорить, какой она болела неизлечимым заболеванием, которое никто не может вылечить. Она лечилась у всех своих друзей в Москве, самых именитых врачей. Никто ей не мог помочь. И она тогда просто обратилась к Богу за помощью. И она начала молиться, молилась, 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 молилась. И в какой-то момент ночью ей снится сон. Что она едет в Европу куда-то, в такой-то монастырь, вот в такое-то место. И живет там неделю. И за эту неделю у нее раз и проходит ее болезнь. И она там во сне, в этом, какой, что это за монастырь конкретный. И так далее. Все там, ну, во сне нет неизвестных. Все как бы... Она там никогда не была в жизни. Она просыпается утром, открывает интернет, находит, что есть такой город, есть такой монастырь там. Берет отпуск, валит в этот монастырь, живет там, по-моему, две недели и вылечивается от своего неизлечимого заболевания. Вот все, как во сне было сказано. Потому что вторая стадия победы над судьбой, это знание. Вот, допустим, ты молишься Богу. Правильно, если молишься, потому что я сейчас вам расскажу, как правильно, как неправильно. То на второй стадии ты узнаешь, как вернуть жену. Бог тебе все покажет, вот картинку, и ты будешь точно знать. Потому что на первой стадии человек даже не верит, что это произойдет. Но когда первая стадия произошла, победа над судьбой, у него в сердце знание, что все будет хорошо, пришло уже, бац, и пришло. А на второй стадии человек получает знание, что делать уже, у него полная инструкция. Но все равно еще этого не произошло. Потому что это происходит на третьей стадии уже. И когда ты так ходишь за третьей стадией, то у тебя нет сомнений уже, что ты можешь все, что угодно победить в своей жизни. Если Бог не хочет, чтобы это осталось. Если Он хочет, чтобы это осталось, ты тоже об этом узнаешь. Понятно? Жить означает уметь любить, учиться это делать, уметь прощать, если ты, допустим, тебя обидели, оскорбили, бросили. Уметь прощать. Это тяжело, но надо уметь. И до конца себя отдать. Не человеку, а Богу. Богу до конца себя надо. И тогда все люди возрадуются вокруг тебя. Потому что нам не хватает божественной силы в этом мире. Божественная сила исходит от природы. Вы даже не представляете, какая сила от нее исходит. Какая сила! Я изучаю это. И один человек, он может, просто льдом себя обкладывает, вот так вот, и может сидеть целый день в этом льде. И с ним ничего не происходит. Его измеряют там приборами различными. И он вообще, вот ноль на массу. Понимаете, точно так же Порфирий Иванов, он спал в снегу прямо. Есть люди, которые могут не есть вообще ничего. А просто это факт, что есть такие люди. Я видел такого человека. Но это святые люди. Те люди, которые балуются, пытаются на проническое питание перейти, они потом истощаются, дистрофию получают. Потому что любой вид питания, он зависит от развитости человека. Неразвитый человек не может жить без мяса. Потом более развитый человек переходит на вегетарианское питание. Еще более здоровое питание, это вообще одна зелень. Человек от нее листья, как животное, начинает есть, как корова. А есть люди, которые вообще могут жить без пищи. Просто солнечный свет, как деревья, они питаются солнечным светом, так этот человек питается. И влага входит в него через воздух. И у него происходит синтез в результате. И у него там все создается в организме. Понимаете, есть даже такие люди, которые могут не кушать и будут здоровыми жить совершенно. И не худеют при этом. Представляете, это все от того, что они очень любят природу. Такой человек должен хотя бы несколько часов деть, находиться на солнце и питаться солнцем, и радоваться ему. Но это все, понимаете, это все такие вещи, которые нам и не снились. Не надо даже об этом думать. Я просто вам говорю о возможностях человека и возможностях природы нам дать силу. Я могу по фотографии человека определить, если сильно сосредоточусь, могу определить, сколько он живет. Я видел фотографию человека, который прожил 256 лет. И этот человек питался одними корнями сырыми. Больше ничего не ел. Он жил в Китае, был врачом, людей лечил. И он зачинал детей до 100 лет. Ну и как, короче, у него было там жен 10, наверное. Потому что он их переживал у всех. Ну то есть, с одной прожил, она ушла, потом следующую взял. И так далее. Это возможности человека. У меня есть один знакомый, ему 86 лет. Он читает лекции, всех любит. Может читать лекции по 6 часов в день. И не устает совсем. Возвучал в Аманашвили. И он много-много лет назад создал гуманную педагогику, такую область знания, где обучает, как воспитывать детей. Если к нему приехать в Грузию, вот туда, где он находится, он тебя встретит, ты у него можешь пожить там. И посмотреть, как он общается с своими детьми, со своей семьей. И его сын, которому так же, как мне, 52 года, взрослый такой человек, он тоже ездит с ним, лекции читает. Это нереальный человек просто, этот Шалва Аманашвили, нереальный человек просто. По своим качествам, по своей чистоте внутренней. Понимаете, в этом мире очень много вещей, которые мы никогда не поймем. Мы не сможем понять глубину, чистоту этого мира, его красоту до конца. Потому что этот мир, на самом деле, не такой, как мы его видим. Мы видим этот мир в соответствии с своими возможностями его видеть. Мы видим эту страну в соответствии с возможностями видеть. Видим свою жену, своих детей в соответствии с возможностями нашим видеть. Потому что каждый человек, он соткан из необыкновенных качеств, которые в нем просто не раскрыты. Вот, допустим, доброта, чистота, красота, смирение, решимость, правдивость. Все это просто разные оттенки души. И все эти оттенки есть у каждого человека. Но раскрываются они просто потому, что мы контактируем с источником. Понимаете, веды описывают, что душа это как кристалл, на который еще не попал свет. То есть душа, кристалл драгоценный, он может сиять просто обалденно. Понимаете? Но душа это такой кристалл, который сияет тысячи раз сильнее, чем любой драгоценный камень. И человек, который сосредоточился на источнике этой энергии, которая его может наполнить, называется святым, когда человек начинает божественно видеть, то само по себе у него в сердце, вот здесь вот находится душа, у него все эти качества возвышенные открываются. И он становится источником бесконечного счастья для всех. И вот эта энергия счастья, которая от него исходит, не как лампочка электрическая, а именно энергия счастья, которая от него исходит, и есть его сияние. То есть этот человек светится удачей. И человеку, еще говорят советы, что цель человеческой жизни, это хотя бы один раз в жизни встретиться с святым человеком. Потому что когда ты увидишь, кем ты должен стать, потому что это удел всех людей таким стать, ты потом никогда не захочешь жить, как ты жил раньше. Тебе захочется вот этого самого возвышенного и чистого, ты будешь стремиться к этому, потому что человеку нужно увидеть хотя бы пример, хотя бы один раз в жизни. Мне Бог дал возможность видеть такие примеры. Причем не только в своей вере. В разных духовных традициях я видел святых людей. И даже тех, которые уже не живут на этой земле. У меня был такой в жизни, такой удачный случай. Я приехал в Индии в один храм, и его называются Шри Рангом. Это такой огромный храмовый комплекс, который за день даже не обойдешь. Там очень много храмов, сотни храмов в этом месте. И там много стен он окружает. Целый город такой, в котором в этом городе все люди живут ради служения Богу. И в этом храмовом комплексе есть одно удивительное место. Там сидит один святой, забальзамированный. И он жил 800 лет назад. Его зовут Драмануджачари. Этот святой, забальзамированный, он объяснял своим ученикам, что я буду давать вам знания и силы больше тысячи лет. Если вы будете верить в это, в то, что я могу быть проводником Бога. И он говорит, в доказательство этого вы увидите, что мое тело живет. Даже сейчас. Ну то есть, и до сих пор у него растут ногти. Вот у него каждый месяц обрезают ногти. Они вырастают и их обрезают. То есть, ему каждый месяц снимают бальзам, обрезают ногти ему, бреют его, и дальше бальзамируют опять. И как этот святой, интересно, оставил мир? Он давал знания своим ученикам и сказал, он был уже преклонном возрасте, он мне сказал, на следующий день я уйду из этого мира. Приготовьтесь к этому, как бы. Я вам даю последнее наставление. Они ему говорят, пожалуйста, не бросай нас. Можешь нам давать наставление весь этот день, потому что мы не можем расстаться с тобой. И он говорит, хорошо, я вот целый день и всю ночь буду давать вам наставление, а потом уйду из этого мира. И он еще сутки давал им наставление. И когда эти сутки закончились, ученики взмолились и сказали, пожалуйста, не уходи еще, хотя бы немного подавай нам наставление, поговори с нами, объясни нам, как правильно жить. И он еще сутки давал им наставление, то есть это уже 48 часов он с ними общался. И потом, когда эти сутки закончились, он сел прямо, вот так вот поставил руку перед ними и сказал, я вас благословляю. И в этот момент он ушел из жизни. Можете себе это представить или нет? Просто потому, что он решил уйти из жизни. Так раз и все. И у него рука застыла, взгляд застыл, все. Ну, вышел из тела. Он сказал своим ученикам, что делать с телом потом. Он рассказал рецепт бальзамирования, сказал, что не волнуйтесь, вы через мое тело будете получать контакт со мной. И я поехал в этот храмовый комплекс не для того, чтобы посмотреть на эти храмы, хотя мне тоже было интересно. Я хотел попытаться получить контакт с этой личностью. Мне было очень интересно почувствовать его силу. Я приехал туда и сел недалеко от него, начал молиться. И кланялся ему, молился, кланялся, молился, кланялся. Не прошло и получаса. Я почувствовал, как у меня в сердце вот так что-то туда бьется, такой раз, 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 раз внутрь. И я такой сосредоточился на этой силе. И буквально через минут 10-15 молитв вот так у меня все так раз, раскрылось вот здесь. И там внутри маленькая вечная такая точка. Я думаю, неужели это я? Я очень удивился. Потом раз, все закрылось. Я понял, что как бы мне пока рано, еще слишком много на это смотреть. И Владимир Слепцов тоже со мной был в это время там. Говорит, слушай, у меня что-то сюда бьется. Мне говорит, во время молитвы. Я говорю, подожди чуть-чуть, сейчас увидишь. Вот такой контакт со святым человеком. Час общения со святым человеком меняет полностью всю судьбу человека. Он осознает то, что он сам не сможет осознать. Такая личность необычная. В летописях сказано, что когда Серафим Саровский стоял на камне, люди со всей окрестности приходили, чтобы посмотреть ему в глаза просто. Он не говорил ничего, в это время молчал. И те, кто видели его глаза, вся их жизнь полностью менялась. Они становились очень радостными в своей жизни. Потому что человеку не хватает просто примера для того, чтобы правильно жить. Ему нужно вот это вот понять, почувствовать, что такое правильно. Хотя бы чуть-чуть его вот это надо понять. И дальше человек уже сам. Но всегда в жизни человека есть несколько правил, которые, соблюдая которые, человек несомненно достигнет высшего понимания счастья и смысла своей жизни. В том числе и всех тех нужд, которые он сейчас имеет. И замуж, и здоровье, и деньги. Все человек получает сначала, а потом уже дальше движется. Потому что есть три этапа жизни человека. Первый этап называется огонь. И в этом этапе все люди живут. Они просто мучаются, горят от страданий. И постоянно сфокусированы на себе. Когда человек отрывается от себя и начинает служить другим, что-то делает для природы, для людей, то он попадает в следующий этап, который называется вода. Как вы думаете, что это значит? Вода. Ну да, это значит деньги, квартира. Все, что мы хотим. Так сильно. А когда человек от этого отвлекается, начинает о всех забудеться, он просто легко этого всего получает в жизни. Но это ему уже не надо. И если человек отказывается от этого всего в пользу, то просто не то, что он все деньги раздает. Просто он об этом не думает. И ему как бы это уже не надо. И он начинает развиваться духовно, думает о Боге. И он попадает в третий этап, который называется медные трубы. Это оказывается медные трубы еще круче, чем вода. Потому что это слава. И человек, когда преодолел вот этот барьер, и он, Бог его начинает испытывать славой. Все ему говорят, ой, ты такой хороший человек. Главное в это не поверить. В этот момент, если поверил, значит все. Ну то есть, видите, те люди, которые встали на правильный путь, веды говорят, счастье бежит за ним, за этим человеком. И испытывает его постоянно. Но не дает ему покоя, этому человеку. И люди, которые достигают высшей цели человеческой жизни, они попадают в духовный транс. Веды объясняют, что духовный транс – это такое счастье, которое невозможно просто даже описать словами. Человек так сильно счастлив, что он даже дышать не может. Не говорит, не дышать, не глядеть. То есть, он просто цепенеет вот так от счастья. Не может двигаться даже. И падает просто от счастья в таком состоянии. Духовный транс. Такой уровень счастья он испытывает. И веды объясняют, что те люди, которые всю жизнь посвящают служению другим, служению Богу, они проклинают этот духовный транс, потому что он не дает им возможности служить. Поэтому, видите, между счастьем и желанием служить всегда идет борьба. Человек, который хочет служить другим, он получает счастье, которое ему мешает это делать. Субтитры создавал DimaTorzok